Глава 10 Исход Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему Так говорит Господь, Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение А если ты не отпустишь народа моего, то вот, завтра в это самое время Я наведу саранчу на всю твою область Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли И поест у вас все оставшееся на земле, уцелевшее от града Объест также все дерева, растущие у вас в поле И наполнит дома твои, дома всех рабов твоих И все дома всех египтян, чего не видели отцы твои Не отцы отцов твоих со дня, как живут на земле даже до сего дня Моисей обратился и вышел от фараона Тогда рабы фараоновы сказали ему Долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей Пусть они совершат служение Господу Богу своему Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? И возвратили Моисея и Аарона к фараону И фараон сказал им Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему Кто же и кто пойдет? И сказал Моисей Пойдем с малолетними нашими И стариками нашими С сыновьями нашими И дочерями нашими И с овцами нашими И с валами нашими Пойдем, ибо у нас праздник Господу Богу нашему Фараон сказал им Пусть будет так Господь с вами Я готов отпустить вас Но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение Нет, пойдите одни мужчины И совершите служение Господу Так как вы сего просили И выгнали их от фараона Тогда Господь сказал Моисею Простри руку твою на землю египетскую И пусть нападет саранча на землю египетскую И поез всю траву земную И все плоды древесные Все, что уцелело от града И простер Моисей жезл свой На землю египетскую И Господь навел на сию землю Восточный ветер Продолжавшийся весь тот день И всю ночь Настало утро И восточный ветер нанес саранчу И напала саранча на всю землю египетскую И легла по всей стране египетской В великом множестве Прежде не бывало такой саранчи И после сего не будет такой Она покрыла лицо всей земли Так что земли не видно было И поела всю траву земную И все плоды древесные Уцелевшие от града И не осталось никакой зелени Ни на деревах Ни на траве полевой Во всей земле египетской Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона И сказал Согрешил я пред Господом Богом вашим И пред вами Теперь простите грех мой Еще раз И помолитесь Господу Богу вашему Чтобы он только отвратил От меня сию смерть Моисей вышел от фараона И помолился Господу И воздвигнул Господь с противной стороны Западный весьма сильный ветер И он понес саранчу И бросил ее в Черное море Не осталось ни одной саранчи Во всей стране египетской Но Господь ожесточил сердце фараона И он не отпустил сынов Израилевых И сказал Господь Моисею Простри руку твою к небу И будет тьма на земле египетской Осязаемая тьма Моисей простер руку свою к небу И была густая тьма По всей земле египетской Три дня Не видели друг друга И никто не вставал с места своего три дня У всех же сынов Израилевых И был свет в жилищах их Фараон призвал Моисея и Аарона И сказал Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш А дети ваши пусть идут с вами Но Моисей сказал Нет, дай также в руки наши жертвы И всесожжение Чтобы принести Господу Богу нашему Пусть пойдут и стада наши с нами Не останется ни копыта Ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему Но доколе не придем туда Мы не знаем, что принести в жертву Господу Богу нашему И ожесточил Господь сердце фараона И он не захотел отпустить их И сказал ему фараон Пойди от меня, берегись Не являйся более предлицо мое В тот день, когда ты увидишь лицо мое Умрешь И сказал Моисей Как сказал ты, так и будет Я не увижу более лица твоего Глава 11 Исход И сказал Господь Моисею Еще одну казнь я наведу на фараона И на египтян А после того он отпустит вас отсюда Когда он будет отпускать вас С поспешностью Будет гнать вас отсюда Внуши народу тайна Чтобы каждый у ближнего своего И каждая женщина у ближней своей Вы просили вещей серебряных И вещей золотых И одежд И дал Господь милость народу своему В глазах египтян И они давали ему Да и Моисей был весьма велик В земле египетской В глазах фараона И рабов фараоновых И в глазах всего народа И сказал Моисей Так говорит Господь В полночь я пройду посреди Египта И умрет всякий первенец В земле египетской От первенца фараона Который сидит на престоле своем До первенца рабыни Которая при жерновах И все первородное из кота И будет вопль великий По всей земле египетской Какого не бывало И какого не будет более У всех же сынов израилевых Ни на человека Ни на скот Не пошевелит пес языком своим Дабы все знали Какое различие делает Господь Между египтянами И между израильтянами И придут все рабы твои сии ко мне И поклонятся мне Говоря Выйди ты И весь народ твой Которым ты предводительствуешь После сего Я и выйду И вышел Моисей От фараона с гневом И сказал Господь Моисею Не послушал вас фараон Чтобы умножились Знамения мои И чудеса мои В земле египетской Моисей и Аарон Сделали все сии знамения И чудеса пред фараоном Но Господь ожесточил Сердце фараона И он не отпустил Сынов израилевых Из земли своей Глава 12 Исход И сказал Господь Моисею И Аарону В земле египетской Говоря Месяц сей Да будет у вас С началом месяцев Первым Да будет он у вас Между месяцами года Скажите всему Обществу сынов Израилевых В десятый день Сего месяца Пусть возьмут Себе каждый Одного Агнца По семействам По Агнцу На семейство А если семейство Так мало Что не съест Агнца То пусть возьмет Соседом своим Ближайшим К дому своему По числу душ По той мере Сколько съест Каждый Расчислитесь На Агнца Агнец у вас должен быть Без порока Мужеского пола Однолетний Возьмите его От овец Или от коз И пусть он Хранится у вас До 14 дня Сего месяца Тогда Пусть заколит Его все Собрание Общества Израильского Вечером И пусть Возьмут От крови Его И помажут На обоих Косяках На перекладине Дверей В домах Где будут Есть его Пусть съедят Мясо его Всю самую ночь Испеченное На огне С пресным хлебом И с горькими Травами Пусть съедят Его Не ешьте От него Недопеченного Или сваренного В воде Но ешьте Испеченное На огне Голову с ногами И внутренностями Не оставляйте От него До утра И кости Его не сокрушайте Но оставшиеся От него До утра Сожгите На огне Ешьте Жи его Так Пусть будут Чресла Ваши Припоясаны Обувь Ваша На ногах Ваших И посохи Ваши В руках Ваших И ешьте Его С поспешностью Это Пасха Господня А я Сию Самую Ночь Пройду По земле Египетской И поражу Всякого Первенца В земле Египетской От человека До скота И над всеми Богами Египетскими Произведу суд Я Господь И будет у вас Кровь Знамением На домах Где вы Находитесь И увижу Кровь И пройду Мимо вас И не будет Между вами Язва Губительная Когда буду Поражать Землю Египетскую И да будет Вам день Сей Памятен И празднуйте Вон И праздник Господу Во все Роды Ваши Как установление Вечное Празднуйте Его Было делать Вам Наблюдайте Опресноке Чтобы В сей Самый День Я Вывел Ополчение Вашей Из земли Египетской И наблюдайте День сей В роды Ваши Как установленная Вечная С четырнадцатого Дня Первого Месяца С вечера Ешьте Пресный Хлеб До вечера Двадцать Первого Дня Того же Месяца Семь дней Не должно Быть Закваски В домах Ваших Ибо Кто Будет Есть Квасное Душа Та Истреблена Будет Из общества Сынов Израилевых Пришелец Лито Или Природный Житель Земли Той Ничего Квасного Не ешьте Во всяком Местопребывании Вашем Ешьте Пресный Хлеб И Созвал Моисей Всех Старейшин Сынов Израилевых И Сказал Им Выберите И возьмите Себе Агнцев По семействам Вашим И Заколите Пасху И Возьмите Пучок Из Сопа И Обмочите В кровь Которая В сосуде И Помажьте Перекладину И Оба Косяка Дверей Кровью Которая В сосуде А Вы Никто Не Выходите За дверью Дома Своего До Утра И Пойдет Господь Поражать Египет И Увидит Кровь На Перекладине И На Обоих Косяках И Пройдет Господь Мимо Дверей И Не Попустит Губителю Войти В дома Ваши Для Поражения Храните Сие Как Закон Для Себя И Для Сынов Своих Навеки Когда Войдете В землю Которую Господь Даст Вам Как Он Говорил Соблюдайте Сие Служение И Когда Скажут Вам Дети Ваши Что Это Заслужение Скажите Им Это Пасхальная Жертва Господу Который Прошел Мимо Домов Израилевых В Египте Когда Поражал Египтян А дома Наши Избавил И Преклонился Народ И Поклонился И Пошли Сыны Израилевы И Сделали Как Повелел Господь Моисею И Аарону Так И Сделали В Полночь Господь Поразил Всех Первенцев Земли Египетской От Первенца Фараона Сидевшего На престоле Своем До Первенца Узника Находившегося В темнице И Все Первородное Из Весь Египет И Сделался Великий Вопль Во всей Земле Египетской И И Не Было Дома Где Не Было Мертвеца И Призвал Фараон Моисея И Аарона Ночью И Сказал Им Встаньте Выйдите Из Среды Народа Моего Как Вы Так И Сыны Израилевы И Пойдите Совершите Служение Господу Богу Вашему Как Говорили Вы И Мелкий И Крупный Скот Ваш Возьмите Как Вы Говорили И Пойдите И Благословите Меня И Понуждали Египтяне Народ Чтобы Скорее Выслать Его Из Земли Той И И Боговорили Они Мы Все Помрем И Понес Народ Тесто Свое Прежде Нежели Оно Вскисло Квашни Их Завязанные И Просили У Египтян Вещей Серебряных И Вещей Золотых И Одежд Господь Жидал Милость Народу Своему В глазах Египтян И Они Давали Ему И Обобрал Он Египтян И Отправились Сыны Израилевы Из Рамсеса В Сокхов До Шестисот Тысяч Пеших Мужчин Кроме Детей И Множество Разноплеменных Людей Вышли С ними И Пекли Они Из Теста Которое Вынесли Из Египта Пресные Лепешки Ибо Оно Еще Не Вскисло Потому Что Они Выгнаны Были Из Египта И Не Могли Медлить И Даже Пищи Не Приготовили Себе На Дорогу Времени В Которое Сыны Израилевы И Отцы Их Обитали В Египте И В земле Хананской Было 430 Лет По Прошествии 430 Лет В Этот Самый День Вышло Все Ополчение Господне Из Земли Египетской Ночью Это Ночь Будения Господу За Изведение Их Из Земли Египетской Это Самая Ночь Будения Господу У Всех Сынов Израилевых В Роды Их И Сказал Господь Моисею И Аарону Вот Устав Пасхи Никакой Наплеменник Не Должен Есть Ее А Всякий Раб Куплен За Серебро Когда Обрежешь Его Может Есть Ее Поселенец И Наемник Не Должен Есть Ее В Одном Доме Должно Есть Ее Не Оставляйте От Нее До Утра Не Выносите Мясо Вон Из Дома И Костей Ее Не Сокрушайте Все Общество Сынов Израиля Должно Совершать Ее Если Же Поселится У Тебя Пришелец И Захочет Совершить Пасху Господу То Обрежь У Него Всех Мужского Пола И Тогда Пусть Он Приступит К Совершению Ее И Будет Как Природный Житель Земли А Никакой Не Обрезанный Не Должен Есть Ее Один Закон Да Будет И Для Природного Жителя И Для Пришельца Поселившегося Между Вами И Сделали Все Сыны Израилевы Как Повелел Господь Моисею И Аарону Так И Сделали В этот Самый День Господь Выл Сынов Израилевых Из Земли Египетской По Ополчениям Их Абий Продолжение следует Продолжение следует...